здравствуйте рустем добрый день сегодня с вами мы встречаемся после ваших занятий в академии самбо или ципурского много раз планировали с вами очередное интервью и сегодня немного вопросов но они такие объемные и я хочу чтобы вы попробовали все-таки на них ответить или их раскрыть но с вашей точки зрения рустем что такое самбо в твоем понимании самбо в моем понимании это вид единоборства которые собрал исторически максимальное количество разнообразных приемов позволяющие защитить себя своих близких родину который в процессе тренировки приемов позволяет человеку проявить лучшее что в нем есть и силу воли и характер и отношение к другим людям к своим партнерам соперникам то есть это всеобъемлющее один из самых эффективных видов вы прошли ну такую большую школу до спортивную в самбо так в это в этой системе вы достигли неплохих результатах соревновательных являетесь мастером спорта международного класса но все-таки немножко вопроса другом а то о том что можно ли заниматься самбо не ставить цель участвовать соревнованиях и вы бы занимались бы самбо если бы не участвовали соревнования это сложный вопрос потому что все люди разные и те или иные желания возникают как следствие мировоззрения человека соответственно для многих и в выиграть на соревнованиях победить но скажем так занималась допустим из 100 процентов человек процентов 5 это те люди которые даже меньше те люди которые дальше участвовали в соревнованиях скажем так чуть выше чем областной уровень городского уровня поэтому та массовость которая была в самбо которая может быть сейчас возрождается она позволила соприкоснуться с этим вином единоборств большому количеству людей и если цель человека была выигрывать на соревнованиях он эту цель скажем так ставя перед собой достигал или не достигал он к ней шел в этом пути участвовали много людей родители тренера близкие друзья и эти цели выполнялись вместе с каждым человеком с каждым спортсменом те же люди которые не ставили перед собой такие цели соответственно их родные и близкие не поддерживали в этом и они скажем так только лишь знакомились мимоходом проходили рядом с этим единоборством но в тоже впитывали в себя что-то хорошее что есть в самбо поэтому все зависит от цели полагания вот и если говорить скажем так чуть более глубже то одна из одно из качеств за которые уважают мужчину это целеустремленность соответственно если цель есть у человека и она направлена на победу в борьбе самбо вот тогда эта цель достигается с тем или иным успехом если же такой цели нет то самбо это физическая активность это взаимоотношение с людьми как я уже говорил в коллективе потому что самбо человек самбо не может заниматься один всегда должен быть партнер поэтому самбо можно заниматься в принципе без участия в соревнованиях русским за многие долгие годы твоих занятий его изучение самбо и ты продолжаешь изучать самбо да и это видно на примере то что ты преподаешь самбо передаешь свой опыт в академии самбо и лица курского как ты думаешь повлияло ли самбо на твою жизнь вне самбо и если повлияло только как ну тоже вопрос интересный был активный период жизни когда были тренировки там два минимум раза в неделю в день точнее вот сейчас это как раз два раза в неделю вот чуть меньше вот сразу с каждым годом у человека меняется интенсивность занятий безусловно но тяга именно к борьбе она всегда присутствовала и сейчас она нашла выражение именно в том что я свой опыт передаю уже в рамках тренировочного процесса ребятам детям но то влияние которое борьба оказала его можно назвать как очень сильным как минимум оно связано с тем что это воспитание трудолюбие воспитание трудолюбие которое в жизни для достижения других целей очень необходимо то есть без труда как говорится не выводишь или пусть куда поэтому то трудолюбие которое в спорте достигает спортивных целей человек развивает оно очень необходимо и в жизни отношения с людьми опять же повторюсь отношения с людьми если ты в тренировочном процессе благороден честен скажем так бережлив к тем людям которые рядом с тобой то у тебя максимальные результаты потому что соперник по отношению к тебе также начинает себя вести тренировочный процесс он становится взаимно выгодным взаимно приятным взаимно эффективным вот поэтому качества которые развивались в борьбе самбо в моей жизни они пригодились в жизни вне самбо и я надеюсь что и сейчас влияние борьбы самбо на мою жизнь тоже большое многие люди задумываются это и взрослые дети начать ли заниматься самбо не начать там начинают сравнивать а что что лучше что хуже футбол велосипед так далее там потом вот глядя на твой опыт изучение самбо занятием самбо как бы ты мотивировал человека к попытке хотя бы начать заниматься самбо заниматься или начать и ну хотя бы буду изучить да наверно так познавать сам начать как как какую мотивацию бы ты ему предложить как и в предыдущих вопросах очень все связано с тем на каком уровне сознания человек находится откуда из глубины чего и будь его желание то есть если человек находится на уровне сознания как бы физического тела да то есть ему интересно развивать физические качества то борьба самбо она развивает все физические качества да какие это физические качества это сила это скорость это гибкость это выносливость это координация то есть все перечисленные качества в борьбе самбо развиваются то есть та схватка которая длится, ну, допустим, в среднем 5 минут, она требует от человека развитых всех этих физических качеств. А когда ты в рамках соревновательного процесса, допустим, борешься 5-6 схваток, да, то здесь без выносливости, без силы, без скорости, без растяжки никак нельзя. Поэтому тем людям, которые ориентируются на физические качества, я предлагаю просто, скажем, в легкой форме побороться хотя бы в партере, 3 схватки по 5 минут, и они поймут, что не хватает дыхалки, выносливости, не хватает силы, и вот всех этих качеств не хватает. Когда ты занимаешься, тренируешься, то эти все качества развиваются. Если человек ставит цели более, скажем так, глубокие, допустим, да, то есть, то он хочет, например, научиться побеждать, побеждать благородно, побеждать чисто. Да, соответственно, здесь также, как я говорил, очень важно уважительное отношение к учителю, к своим соперникам, к партнерам, и он культинирует, помимо всего процесса для физического развития, он культинирует в себе уважение, благородство, честность, чистоту. Ну, то есть, нравственность. Нравственность, да, и поэтому борьба с самбо, она находится, скажем, внешне, конечно, это физическое развитие, да, но, скажем так, без глубокого нравственного развития спортсмен в большинстве случаев не развивается правильно. Поэтому этим людям, которые, скажем так, хотели бы развивать нравственные качества, да, то борьба с самбо тоже является одним из инструментов развития этих качеств. Ну, и, наверное, все-таки вы бы хотели видеть в Академии самбо тех, кто хочет попробовать, да, испытать эти все аспекты во время занятий. Есть же такая поговорка «пока не попробуешь, не узнаешь». В данном случае она справедлива по отношению к тренировкам. Поэтому, если человек пока еще на начальном этапе физического развития, то потихонечку, шаг за шагом, он может попробовать и насладиться всей красотой и всем совершенством борьбы с самбо. Если человек уже сильно развит, он может уже начать сразу, как бы, тренировочную борьбу, изучение приемов, там, без подготовки, там, своего тела к этим нагрузкам борцовским, которые можно назвать условно специфическими. Которые требуют всех развитых качеств. Поэтому ничего страшного не случится, если человек придет и попробует. По крайней мере, это не опыт, который принесет вред организму. Нет, это не вред, безусловно, это только польза и опыт мой личный, и всех моих друзей и знакомых, которые занимались. Большинство из них – это честные, благородные люди, которые даже уже, закончив заниматься профессиональной борьбой, они ведут здоровый образ жизни, то, что и требуется для нашей нации. Они, скажем так, в большинстве случаев не курят, не пьют, они воспитывают правильно своих детей. Поэтому на борьбу с самбо в этом отношении можно положиться, как одно из направлений развития и мужчин, в первую очередь девочек, женщин в нашей стране. Спасибо, Рустем. Ну и до новых встреч на ковре в Академии Самбы Цикурского. Спасибо. Спасибо.